Моисей «Г знаем, что это особенно. Это был, как бы, Божий дар для еврейского народа». С одной стороны, говорят, что тоже Моисей был как мессия, избавитель, помазанник для особенной работы. Но давайте мы посмотрим на сегодняшнее время немножко. Мы говорим о правлении общины, устройстве общины. Мы как раз затронули многие вещи, что семья – это важная часть, от чего начинается. Моисея тоже начинается на личном отношении с Богом, и потом вылилась это в целую ответственность перед всем народом, перед, ну, таким скромным подсчетом. Библия говорит о том, что там почти 600 тысяч мужчин только вышло, да, а если так быть, у кого там жены, дети были, все, около двух миллионов примерно людей вышли. Это больше, чем Одесса захотела перейти в Турцию, и все это море разошлось. Это слово, да, на минуточку, здесь два еврея не могут в доме согласиться, а тут еще два миллиона. Но на самом деле нам известно, что люди не все рождаются с такими врожденными лидерскими способностями. Не все. Каждый, он проявляет свою лидерскую позицию в тот момент, когда он начинает просить у мамы покушать. Орать начинает, и все, мама раз, понимаешь, что ребенок проголодался, и с молоком матери вырождается сразу ответственность. Дай, дай, это мое, мне надо. Но это не лидерские позиции, это эгоистическое, ну, как бы сказать, самолюбивое состояние, чтобы дополнить свой желудок чем-то. Потом оно вырастает в том, что я хочу одно, второе, третье, мне это нравится, не нравится. Но, например, не все могут играть в футбол. Все играют в футбол, да? Но не все могут играть в футбол. Мы все гоняем мяч. Кто-то в пустые ворота, кто-то к себе ворота, кто-то просто так это самое, да, кто-то просто это побить. Но футбол – это игра профессионалов, которым есть способности к этому. Я один раз смотрел передачу, которая, это такая научная передача, они могли, вот сканировая тело человека, массу мышц, кости, по костям в основном, узнать больше всего, какому виду спорта человек, в каком виду спорта человек более успешный. По структуре костей можно, и по росту, и так далее, можно было узнать, примерно какому виду спорта он будет успешный, да? Поэтому есть моменты, факторы, которые помогают нам быть в качестве людей, которые что-то делают в общине. Это часть в работе. Никто не становится банкиром. Имеется в виду, рождается банкиром. Дана, на гора. Не каждый становится лидером прославления, то есть певцом. Мы все умеем петь, у нас есть к этому способности. Мы можем петь, но кто-то поет в такт, танцует, поет в ноту, кто-то не выпадает, да, как бы в те ноты, которые нужны. Кто-то фальшивит, говорит, медведь на ухо наступил в детстве. Медведей в Африке их нет, но бывают там, те, которые не слышат музыку. Вы понимаете, да? То есть эти способности, они есть. Но при всем этом, даже когда у человека есть способности к музыкальному льву пению, его эти способности нужно что? Развивать. И к этому усилие применяется. Писание говорит о том, что Бог хотел, чтобы никто не погиб. Желание Бога, его воля, чтобы никто не погиб. Но все имели жизнь какую? Вечную. Желание его хорошее. Все ли будут вечно жить, в вечности с Богом? Именно с Богом. Вечность будет. Она будет либо райская, либо адская. Адская жизнь. Некоторые говорят, у нас на земле этот ад уже. Ну, не спешите с выводами. Вопрос именно здесь в том, что развивать эти чувства, которые у нас есть, их надо развивать. И верующими не становится просто так. И все, мы подходим к тому понятию, чтобы принять Ишуа, а потом иметь место в развитии общины. Каждый со своим даром, который мы имеем. Для того, чтобы обучаться каким-то правилам, лидерским позициям или же управлением, либо даром, который у тебя есть, развивать его, не нужно много иметь образования. Сегодня доступно любое образование в интернете. В интернете. Сегодня даже в айфонах делают приложение, которое можно практически играть. У тебя есть кнопочки, и ты можешь нажимать такие, как будто ты играешь. Ты можешь играть, ты можешь на ударе, как Женя сидел на ударе, как ты играл в айфоне. Потратить несколько тысяч долларов, для того, чтобы у тебя была огромная классная барабанная установка. А можно, если все делать на тех, как бы сказать, условиях, приложения, которые у тебя есть в твоих телефонах. О чем я говорю? Что фактически люди сегодня, много информации о лидерстве, о как себя вести в общине, твоя позиция в общине, как даром твоим, который у тебя есть, воспользоваться в общине для блага общины. И поэтому у нас в общине существует такой институт, как Мессианский еврейский институт. Для того, чтобы мы могли научиться. И все равно, скорее, все-таки ученичество или же работа в общине – это процесс, который тянется всю твою жизнь. Как в Израиле, который вышел из Египта. Выйдя из Египта, многие не вышли, но выйдя из Египта, получив свободу, многие люди не знают, что делать с этой свободой. Как ей участвовать? Они понимают, что такое семья, что такое есть главы семей, но что с этим делать? Каждой свободе должна быть граница. Правда? Любой свободе должна быть граница. Любому даже демократическому обществу, которое ратует за все слои населения, за всю свободу печати, слова, демонстрации всевозможные, выражения, свобода на работу, на вероисповедание и все остальное. Даже при всем этом демократическом обществе всегда существует для демократов есть еще и правила и ограничения. Правильно? Ну, как бы это суть. Ты же не можешь просто взять сплошными матами, покрыть всех и все. Люди не поймут это просто. Те, которые не читают русский древний язык. Как бы, понимаете, да? То есть невозможно. Всему есть свой удел, и ни один проект не пишется, ну, как бы сказать, мужландским языком, да? Пишется так, чтобы никто не понял вообще его. В его случае я говорю о том, что вот нескольких качеств, да, вот. Я дам вам три позиции, которые могут помочь успешно развить лидерские навыки, или же, ну, как бы лидерские, громко говорится, навыки для общения, работы и устроения общины. Я вам несколько дам, три, по которым, как бы, очень рано, ну, как бы, очень много воспринимается. Самое главное – это то, что всего лишь 15% от информации, которую вы слышите и книг, которую вы прочитаете, вы сможете употребить в реальном времени и жизни. Всего лишь 15% люди могут, до 15% даже, некоторые все не могут, всю информацию. Многие читают книги, бизнес-книги, как быть богатыми, там еще, но не все их смогут это сделать. Так же самое и в обществе. Мы можем быть полезны для общества в рамках этого же общества. Первое. Личные качества верующего человека очень важны для развития работы и взаимодействия в общине. Это касается и еврейского народа, и касалось еврейского народа. Что я имею в виду? Что я имею в виду? Личные качества. Во-первых, это трудолюбие. Трудолюбие. Как только человек думает о том, что за все побудется Бог, за все вещи, он очень сильно ошибается. Бог дает правила. Особенно в 10 заповедях есть выражение «Не произноси имени Господа что? В суе». Напрасно, в суе. Вот это слово «суе» никто не понимает, что это такое. На еврите там оборот такой стоит, который говорится «Не полагай на Господа бремя напрасно». «Что ты меня грузишь? Не грузи Господа». Тот оборот, который там используется, часто в речи «Не грузи его». Что это значит? От тебя требуется любовь. Потому что Писание говорит «Любите». От тебя требуется действие, которое ты должен принести, унести, подвязаться. То есть, есть вещи, которые Писание от тебя требует, а ты пытайся эту ответственность возложить на Бога. Вот это вот состояние возложить на Бога, это называется «в суе». То есть, не нагружай Господа напрасно. Один момент. Особенно это касается студентов, молодых людей. Они все лето пропели, красное лето прошло, да, оглянуться не успело, экзамены пришли. Да, вот. И начинается тоска такая. А где я был и что я делал? Начинается зубрежка. А потом не понимает, что тупишь, не знает момента, что в чем дело, на экзаменах и все остальное. Начинается, особенно у верующих людей, начинается «Господи, пронеси». Да? Ой, и начинается «Боже, если ты мне поможешь, я буду служить тебе там верно и четко, и как бы обещание дается все». И вот этот момент, вот этот момент, ответственность, которая на тебе, за экзамены, которые твои, да, не возлагая на Бога. Вы понимаете, да, вот в чем я имею в виду? Это в десяти заповедях. Так же самое и здесь. Трудолюбие является одним из критериев для участия людей в общине, в любой общине. Я сейчас говорю, те, кто смотрит нас, может быть, на дисках, относительно общины, церквей, религиозных организаций, синагоги и так далее, любой раб, любой человек, который в руководстве и все, и в общине, они ожидают, что люди будут трудолюбивы. Потому что Писание четко говорит, притча 10.26 говорит, что вкусно, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающего его. Что уксус, что дым для глаз, то ленивый для посылающего его. Вы скажете, а ну и что? Очень просто. В Брихатташа, в Новом Завете, говорится, Иоанна 20.21 говорит такие слова. Ишуа сказал его ответ. Мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Как меня послал Отец, так и я сегодня посылаю вас. А двумя словами, от нас не ожидают лени. Если мы ленивы, и зная делать добро, мы его не делаем, который, да, грех, во-первых, и получается то, что мы не хотим, у нас лень есть, то это уксус и дым для посылающего. А если мы говорим, что мы верующие, мы мессианские, мы христиане, да, что мы отображение Христа и все остальное, и он говорит, я посылаю вас. Но если мы ленивы, то и действия никакого не будет. То есть вознаграждения и за твою лень нету, кроме ветра. Вы поймите это, очень серьезные, тем важные моменты. Трудолюбие – это то, что позволяет человеку внимать законам, которые Бог оставил для нас. Ленивый, он не будет читать Писание. Трудолюбивый, человек, который работает над собой, он может читать Писание. А это значит, что он будет углубляться в Слово Его. Он будет понимать то, что Бог говорит ему. И об этом очень ратуют еврейские общины. И так они ратовали, чтобы читать Тору, исследовать Тору и так далее, и так далее. Многие считают, что люди, которые изучают Библию, Писание, учатся в библейской общине, в школе и в каких-то университетах, это люди, которые не хотят трудиться. На самом деле это не так. Потому что к всякой учебе приходит практическое применение. Человек, который изучает Слово и не применяет, он не нужен. Это как на суккот, есть вот эта позиция. Как на цитрус, что он имеет, первая, там пальмовая ветка, она ни вкуса не имеет и ни вида. На вкус, как бы, потом у нас идет Мирт, да, он имеет запах, но невкусный. Есть и потом еще, как бы, отрок. Хочется считать, что он и вкусный, и запах имеет. Люди, которые имеют часть Писания, изучают, и применяют его. Есть люди, которые читают и не применяют. Бог понимает что-то, как, ну, еще говорит, что эти люди, которые, князники, да, или фарисеи, они, вроде бы, все исполняют, но исполняют через меру. Говорит, то, о чем они учат вас, слушайте, это нужно, это надо, но по делам не поступайте. А особенно еще часть интересная, Деяние апостола, 15 глава. Там идет, как бы, указание для правления в общинах, где неевреи покаялись, да. Что делать для неевреев? И он говорит о том, что там есть правила, и не кушать удавлено крови, там, держаться блуда, то есть подальше. Эти правила, которые, как бы, нормальные, это чисто иудейские правила, да. Но дальше идет фраза, которая очень часто не употребляют в церквях и так далее, в других религиозных и христианских организациях. Там есть такая фраза, ибо закон Моисея имеет проповедников в каждом городе. Удивительно. Почему? Зачем такая фраза нужна? Зачем эта фраза нужна? Вот сказали там три слова, что не нужно делать, там четыре, да, и все, хватало бы. Но если ты посмотреть там, он говорит, ибо закон Моисея имеет проповедников. Другими словами, что Ишуа говорит? То, что они говорят вам, то, что они учат вас, слушайте, по делам них не поступайте. Другими словами, не разделяйте ту позицию, которую имеют законники. Например, вот это нечисто, не будем трогать, не общаться, не делать это. То есть, по-другому Ишуа говорит, кто без греха, кинь в нее камень. Кто без греха? Пожалуйста, хотите делать, исполнять закон Моисея? Пожалуйста, делайте. Я вам полностью даю его разрешение на условиях божьих. Если ты не имеешь греха, ты имеешь право это сделать. То есть, другими словами, закон Божий в действии, там, побивать камнями, как бы, за преступление, можно было только тогда, когда ты сам будучи чист, будучи праведным перед Богом. И это можно было сделать. Ишуа после всего, когда все люди разошлись, он обратился к этой женщине, которая была взята при любодеянии, которая была с рамом и поношением общества. И говорит, слушай, где твои обвинятели? Она говорит, нету. Говорит, иди. Я не сужу тебя. Другими словами, он говорит, не то, что я не осуждаю, что ты делаешь, что это не то, что ты сделала, это не по закону Моисея, ты заслуживаешь смерти, но по благодати и милости, которую Бог хочет. Я хочу, говорит, милости, а не жертвы. Я хочу дать тебе шанс и сделать свою жизнь другой совсем, быть полезным для общества и знать, насколько ты была милостива для всех. В общине, руководящей Богом, общине должна быть милость каждому человеку. Должна быть милость. Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступаете с людьми. Кто из вас бы не хотел, чтобы ему проявили милость? Все хотят. Поэтому, давая милость, давая шанс, один, второй, третий шанс. Как вот момент с апостолами. Ведь многие из них, ну, извините, попадали по полным делам. Тот же Шимон, тот Петр. Он тот, кто отказался от Мошеха, который публично отрекся от него, зная, что ему было это предсказано от самой Шо. Он чувствовал себя тяжело, плохо. Он, как бы, закон верности, почтения, уважения. Он, как бы, он предательски отнесся к этому всему. Но потом, да, когда-то была встреча с ним. И Ишуа делает одну вещь, которая очень удивительная. И мы об этом говорили давно. Но, что когда они сели возле огня, там, рыбу, да, разделили на берегу. И Ишуа спрашивает, Шимон, любишь меня больше всех? То есть, больше всех их. Он говорит, да, люблю тебя. И он сразу еще раз, еще раз. И он говорит, ну, ты знаешь. Ну, ты знаешь, что я тебя люблю. И он говорит, паси овец моих. Потом, да, взял его и в сторону, да, вот. И он давал знать ему, говорил слово, что ты, когда был молод, ты ходил, куда хотел. Но когда состарился, поведешь, поведут тебя, припаяшившихся, туда, куда не хочешь. Поддавая понимать, какой смертью он умрет. И вдруг, и вдруг, да, он идет, и сзади Иоанн. И он говорит, рэбэ, а каким образом он умрет? То есть, я-то понимаю, я понимаю, что я настолько тебя люблю, что ты мне говоришь о том, что я страшной смертью умрю. А какой смертью Иоанн умрет? И Ишуа говорит, момент, который поддался только Богу, да. Какая тебе разница? Таким словами, я делаю то, что захочу делать. Как и для Моисея. Говей, говей, я буду тем, кем я буду, тогда, когда ты нуждаешься в том, чтобы я был тем, кем я должен быть. Этот момент очень серьезный. Он посылает Моше в Египет, и ему не говорит, что нужно будет пройти 10 этих испытаний, где вы выйдете. 10 раз нужно было идти к фараону. Бог ему не предупреждал о том, что он должен это делать. Все, что он от нас требует, это согласие в том, что есть его избрание для нашей жизни. И когда мы готовы, как и Моше, да, Моше, мы уже говорили об этом в предыдущем классе, был рад, что Бог идет вызволять его народ. Вот, классно, Бог, я не смог, когда там египтянина убил, я не смог их вытащить, но ты уже идешь, ты уже, и тут Бог говорит, собирайся, иди, я тебя посылаю. И это все. Он начал заикаться от того, что его послали в Египет. Но дальше там, если будете смотреть, что именно Бог обращается и к Арону. Вот Арон и Моисей, это те, которым сказал Господь, выведите сынов Израилев из земли египетской. И это они сделали. В нашем случае, когда мы говорим о том, что мы должны быть трудолюбивы, мы должны согласиться с тем, что Бог посылает нас. Как Моисей Ишов говорит, я посылаю вас. Я посылаю вас. Как Бог послал Моисея. Ты должен быть готовым, что в этой жизни, в созидании общины, не всегда будет так, как ты думаешь, что это будет. Ты не просто можешь сказать, вот сделаем это дело. И оно так произойдет. Тебе могут быть препятствия, но ты должен быть уверен в том, что ты делаешь. Это Божья милость, и с этим нужно будет работать. Второе. Качество, которое мы... Попытками, как бы, развитие лидерских навыков и для функций в общине, это справедливая, трезвая самооценка. Вы помните, мы читали, Моисей приходит и говорит, я пролетел. Я пошел первый раз к фараону. Я сказал то, что я хотел сказать. Отпусти нас, принести жертву Господу, чтобы нас не наказала моровая язва. И меч не постиг нас. Я получил урок. Весь народ страдает. Я понимаю. Помните, мы читали, это пятая глава, исход. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такого бедствия народ себе, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону, стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом Твоим. Другими словами, самооценка, которую мы должны иметь, самооценка, посмотри себя со стороны. Это часть для того, чтобы мы были полезны для общества, которое Бог нас поселил, где мы находимся. То ли это община, то ли это церковь. Нет разницы. Для верующих человека мы должны быть частью общества движения вперед. Для чего? Чтобы спасать из Египта. Помните, спасать общество, которое будет Богом направлено к цели. И здесь идет момент. Второе, Карифенов 13, 5. Испытывайте себя, веря ли вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что вы в Ишуа Мессии, и что Ишуа Мессия вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Удивительно, что если мы не исследуем и не понимаем, что Ишуа внутри нас, и он действует для того, чтобы все общество, вся община совершила свое предназначение, мы длижимся к общей цели, то мы тогда не похожи, что мы его, что мы не то, кем мы являемся. Если мы, как рак, щука, да, и кто там еще, и лебедь, то в разные стороны, то, как и Писание говорит, ну, Писание, извините, пожалуйста, как и Крылов говорит, а Воспанный не там. То есть, как бы, как проповедник говорит, все Писание, все Тора, и Воспанный не там. Вот момент, что если мы должны достичь чего-то или быть кем-то, то мы должны находиться в процессе самокритики, саморассуждения, самооценки. И я вам хочу сказать, что самооценка – это наилучший и легкий способ движения вперед в обществе, на самом деле. Когда мы сами себя судим, то есть, мы проходим, что я сделал тогда, у нас есть шанс исправиться самостоятельно, и никто нас в этом не упрекнет. Вот. Услышьте, о чем я говорю. В обществе, развитии общества, у нас есть правило, по которым мы существуем. Новый Завет, да, Брихаташа, Танах, заповедь, которая у нас есть, мы через них живем. И если мы через них себя испытываем, через Писание, Ишо говорит о том, что вы хотите иметь, достичь царства небесного. А он говорит, исследуйте Писание, для того, чтобы достичь. А эти Писания говорят обо мне. То есть, если я буду в центре вашей жизни, я смогу помочь вам, и самокритика поможет человеку в этом действии. Почему? Потому что второй фазой вот такого оценки людей идет через людей. Другими словами, когда в моей жизни появляются наставники, учителя, родители, и они показывают нам на наши, потому что со стороны лучше видно, на наши ситуации, на наши проблемы. Это то, что произошло с Израилем. Он не самооценивал себя со стороны того, как правильно служить Богу. Поэтому были даны и учителя, и поставили сотники, то есть начальники и так далее, чтобы они судили. То есть, они показывали путь через Тору, через слово, которое дано было Моисеем, чтобы проводить это через них и указывать им на их дела. Вот этот момент, это как бы еще полбеды. В общине, в обществе верующих людей мы судимы. То есть, Писание говорит, вы письмо читаемо всеми людьми. Слово всеми людьми означает как? Всеми людьми. Не удивляйтесь, если подходит к вам человек и говорит, вот что я читаю. Ты ужасно выглядишь. Тебе говорят мнения, которые они читают со стороны. Вопрос, можешь ли ты согласиться с этим или нет, это твое дело. Но если для общества это необходимо, для движения вперед, то мы говорим, не огрызаясь там, ты слышишь, за собой смотри, за своими детьми, что ты представил там такое, а мы говорим, спасибо, я посмотрю на себя со стороны. То есть, я эту информацию возьму, я проведу ее, чтобы общество имело пользу от этой критики. Но мы не хотим этого делать. Потому что у каждого у нас есть стержень. И следующий стержень был у Израиля. Что, только через Моисея говорит Бог? Восстание Корея. Вроде бы тоже на священство тянули. Тоже управление. Что? Не было самокритики, то есть не было со стороны смотреть. И Бог засветился за Моисея. О чем я говорю? О том, что у нас есть всегда возможность критиковать себя. Одно из положений для служителей, например, когда мы поднимаем людей на такую позицию, как шамашим, слуги, или как мы, диакон, это в русском переводе, как диакон, то там есть позиция о том, что, или же служителей, как посетеров, старших служителей, которые возглавляют целые отделы и ответственности, чтобы у них было доброе, доброе свидетельство извне. Хорошее свидетельство извне. Что значит хорошее свидетельство извне? Соседи хорошие. То есть люди, которые не в общине. Мы с вами можем договориться. Вы видите меня в общине, вы знаете, какой я в общине. Я такой классный, я такой хороший, я такой, и все там помогаю, как бы, все ангел, да, вроде бы, как бы, для всех все. А потом приходит какой-то человек и говорит, так вообще, вашего, как бы, раба, я знаю, так он же вообще конченый человек. Ну, а, не, ну, послушайте, вопрос, я понимаю, что это, 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 как бы, момент, но из внешне, внешне тоже, оно должно учитываться, должно учитываться. Например, у нас была такая ситуация, у нас один из служителей, ну, человек, который был компетентный в своем деле, который он делал, он служил в тюремном служении, потому что наша община, как бы, поддерживала это служение, и не только финансово, мы, как бы, и служители были там, но, как община, мы не вовлечены в тюремное служение. И для того, чтобы он мог там преподавать, там, клевопреломление, как бы, как служителя быть на правильном положении, вот, как слуга, да, нам нужно было его рукоположить, то есть, общее рукоположение, все остальное. Удивляясь, то, что я попросил, я попросил, во-первых, как бы, присутствовать там, на этом рукоположении разных людей, даже и друзей пригласить, и жену пригласить, и родителей пригласить, папу с мамой, и так далее. И во время, когда мы рукополагали, я задавал вопрос, как вы думаете, достойный этот человек внести такое служение? Некоторые говорят, да, да, я говорю, а жена, то есть, а жены, а жены, то есть, достойный человек, то есть, внешнее свидетельство должно быть. И был там несколько, друзья, неверующие люди, и тоже было, говорит о том, что он достойный, то есть, он компетентнее в этом, в этом. И на этом условии мы рукоположили его, удивлялись, почему я начал спрашивать людей о компетентности, как бы, этого человека. Как бы, вся была обида на меня, такой, почему я так делаю? Но по Писанию, почему мы говорим, что нужно иметь хорошее свидетельство от людей? И тогда, если это свидетельство доброе, хорошее, мы не наткнемся на ту проблему, как бы сказать, неуспешного, либо разгильдяя, либо человек, который, как бы, ради корости служит и работает с людьми в общине. Вы понимаете, да? То есть, этот момент, он должен проходить. Третье, это самое сложное, самая сложная работа, это, мы говорим, Божий отвес, Божья оценка. Это самая суровая оценка человека. Вы поймите, о чем я говорю. Бога никто никогда не видел, да? И поэтому, как бы, как сказать, что Бога, как же бояться Бога, если, ну, его какие-то оценки, какая его оценка будет? Для этого существует Танах, для этого существует Священное Писание. Он нас оценивает через Писание, но при этом, но при этом, да, это же Писание, которое говорит, оно показывает нам принципы суда или наказания. Вы понимаете, да, нет, о чем я говорю? Если Бог нас начинает судить, да, а судимся мы через совесть, которая у нас есть, и вот типачи и Бог, он смотрит на эту тему, и проводят через Писание, мы чувствуем, что Бог осуждает ту часть, которую мы делаем, или правильно, или неправильно, нужно коррекцию куда-то подвести. И когда мы сталкиваемся с этой штукой, то сам грех или преступление, которое мы соделали, наказывает нас, не Бог, но это преступление наказывает, поэтому существует закон. Очень просто. Это самый суровый, ну, так сказать, маятник. Почему я говорю об этом? Брихотташа говорит такие слова, что если кто согрешил, да, то пускай он будет, придет к нему человек, который видел этот грех, и обличит его в этом грехе. Ну, если бы ты видел брата по согрешающему, приди к нему, обличи его. Что значит обличить? Написано, что обличать в любви, чтобы достичь этого человека. Например, смотри, ситуация, вижу, что у тебя духовная жизнь ослабла, я вижу, что у тебя появились привычки, я видел тебя там, например, ты приложился там хорошо к бутылке водки, да, там это самое, видел тебя пьяным. Он говорит, зуб отдаю, не пил, да, такое. И ты понимаешь, что ты его видел, и думаешь, либо я чуть чересчур выпил от Духа Святого, что мне начало мерещиться, да, вроде бы не упивался вином, но исполнялся духом, и тут я увидел этого человека, может, это ангел был. Но на самом деле ты пытаешься человека наставить, что я видел это, я говорю с тобой, я могу тебе помочь, давай вместе, мы промолимся в этом. И человек, если каяться, говорит, слушай, у меня такая слабость, есть у меня слабость такая, помолись мне, я вам гарантирую, в этот момент, и если человек признается в своих грехах, вот этим человеком, даже если ты не служитель, да, Бог прощается, потому что признавайтесь друг при другом поступок, чтобы исцелиться. исцелиться. Исцеление приходит, когда мы осознаем и просим, чтобы другие с нами шли в путь. Если тебя просят один путь, идти с ним два. Вопрос желания моего, которое я обличил до человека, в том, что он сделал, помочь ему пройти этот путь, в молитве, подотчетности какой-то, знаете, покрытие любовью и так далее. Если мы не готовы пройти, он опять будет в проблемах. Но если человек отказывается, если он говорит, нет, типа, зуб даю на этот самый, нет, то этот человек может позвать свидетелей. Свидетелей чего? Чего свидетелей? А молодцы, правильно. А то я могу позвать еще одного человека, сказать, я знаю, что он пил, пошли со мной будем обличать. Вы понимаете, где теряется эта штука? Большинство в церквях говорит, я видел, что он это пил, и сначала наговорил этого человека очень сильно, что он возмутил еще, увеличил, возмутил вокруг себя. И при том приходит, говорит, это свидетели, а не свидетели того, что ты пьяница был или пил там. Ну, понимаете, да? Но нужно предсвидетелей. Свидетели, например, этого греха, или же разговора, или распри, должен прийти и обличить его в этом. И сказать, слушай, вот один есть, второй свидетель есть, мы не хотим, чтобы это было над тобою, повисло, давай поможем тебе пройти это. Наши, вот именно со стороны общины, и людей общины, иметь помощь, дать помощь в любви покрыть, не разглашать это все, а покрыть. Но чаще всего, что говорят? Чаще, вот мне говорили, рэбе, вы же знали, что этот пацан бухал, там, это самое, о том, жену бил, там, например, да? Да, и вот чего вы во всей общине, при всей общине не сказали об этом? Вот надо было высказать, может быть, страх там был напал, и все остальное. И я вам показываю, тем людям, которые возмутительны, я говорил такие простые вещи. Вы можете мне поверить, вызываю человека, вызываю человека на разговор, и жена приходит, и все, и жена подтверждает, что это так, а он плачет, слюни текут, и говорит, рэбе, прости, я согрешил, я понимаю, это моя любимая, я больше не буду, так и так далее, я согрешил, все. И я говорю, жена, ну как ты там, ну, я прощаю, я принимаю его. Что должен я делать? Завтра сказать в общине, что я вчера разговаривал с этими, они вот это делали, и потом, вот, чтобы вы знали, что он пьяница, тогда они по Писанию. Простила жена, простил я, да, вот, и человек покаялся, слюни текли, это самое, плакал, плакал, все, это самое, что с ним делать? Скажите, что с ним делать? Простить, правильно, по Писанию, прощаясь, дается шанс. Через время опять происходит это. Но вы должны понять, что грех в себе имеет эту петлю, которая, если помиловали, то можно в этой милости стоять. Но если грех опять закрадывается, то удавка, да, вот это затягивание, становится еще сильнее. Человек осуществляется, грех становится для него приятен, и он ищет все выходы, чтобы остаться с грехом, но так же самое, чтобы напрячь всех. Вот, нас дошло до того, что нам потом поставили на замечание, за то, что было это неоднократно. Но мы как бы, и он опять раскаивался, дошло до того, когда мы сняли уже его сослужение, этого человека, да, и тогда уже проявился весь этот фарс и все остальное. Но пришлось отлучить человека по Писанию. Мы по Писанию, это сначала все общине сказать, что, друзья, мы не можем поощрять такой образ жизни. Поэтому прошу меньше общаться, не для того, чтобы не достигать человека, а для того, чтобы не впадать в эту полемику, кто прав, кто виноват, чтобы мы на уши не навешали всякой ерунды. Потому что мы способны решать вопросы по тому, как информация, которую мы принимаем. И мы начинаем склоняться на какую-то сторону. И, конечно же, лидеры всегда это изверги. Это же изверги всегда. Это всегда то, что хотят уничтожить, разрушить, никому не подняться, и так далее. То есть это такие изверги. Но это неправда. Это неправда. И вы услышите, что процесс восстановления, конечно, человека не отлучает для того, чтобы как бы все, пропал человек. Его просят, как бы сказать, из членов общины, его отчисляют с правом восстановления. Но там очень красная вещь идет, что просьба идет такая, что мы хотим, чтобы душа твоя спасена была. Что отлучение идет для того, чтобы передать тело вознемождение, чтобы душа была спасена. Это почти никто не делает. И меньше всего хлопотов, когда мы пинков надаем им, пускай где-то гулять в другую церковь, пускай, зачем мне такая вот проблема нужна. Пускай в другую общину ходят. Нет. Они не могут, если мы отлучаем для того, чтобы тело изнеможения было, чтобы душа была спасена, чтобы у нее было возвращение. У нас был такой случай. Человек пришел после этих скитаний, после того, как он попадал в разные больницы и все, потому что тело его уже не выносило. И он пришел и говорит, Ребе, я осознал, я осознаю, что это был грех, это я сделал, это то и так далее. Я хочу свободы. Мы помолились, и он говорит, что теперь делать? Я говорю, теперь путь восстановления. Восстановление в общину. Это твой дом, это то, где тебе была приведена эта дисциплина, и в этот дом ты должен восстанавливаться. И он начал восстанавливаться. Вот этот человек начал приходить на собрание, его жизнь обновилась, он начал молиться. Жену отпускать на словословие и все остальное. Но грех, и то высвобождение, которое мы сделали, вознеможение плоти, болезнь, которая у него была из-за греха, она прогрессировала. Тело унаследовало тление. Но я могу быть уверен, послушайте внимательно, что то, что произошло до того, как он умер, и то восстановление, то радостное состояние. Он мне говорит, я никогда еще, вот после этого покаяния, никогда не было такого желания приходить в общину, участвовать в молитвах, в словословиях, в хвале и молиться. У меня никогда такого желания не было, после того, как он покаялся. Это говорит о том, что есть плоды какие-то. Я говорю об этом, потому что мы говорим о чистоте, о суждениях, что и как мы должны себя вести. И мысли для того, чтобы созидать, и лучше всего самих себя проверять с самого начала. Зачем, чтобы меня судили люди? Зачем судил меня Бог? И вот в данной ситуации самое суровое, ответ Божий действует через Писание. Если я осуждаюсь людьми, которые внешне, да, это просто их мнение, какой я человек, какой я хороший, добрый, отзывчивый и так далее. То Писание показывает, насколько мои отношения с Богом близки, насколько я уважаю Бога, как я ценю Бога, что Он для меня. Вот этот ответ, он конкретно работал в общине Моисея. То есть, Моисей был управляющий, Бог поставил его. И этот ответ Божий через Тору был поставлен для Моисея, для всего Израиля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!